Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается следующего момента. Почти год как вышло из отношений с бывшим, только недавно появился молодой человек. Когда с отношением настал месяц, у меня пошло резкое отвращение, я не хочу видеться с ним, слышать, бывают перепады любви. Часто вспоминаю бывшего, но не могу сказать, что есть любовь к нему, ее нет. Мой парень очень хороший, у нас нет ссор, но меня резко оттолкнуло от него. Я хочу закончить отношения, не мучить его своими тараканами в голове и не хочу его терять. В первую очередь здесь нужно, чтобы вы сформулировали какой-то запрос к нам, к психологам. Ну вот, потому что без запроса несколько сложно будет вам помочь. Без запроса несколько сложно будет вам дать вот, ну... Такую обратную связь, да, которую бы вы хотели, это первое. Потому что на данный момент непонятно вот то, чего вы хотели бы... То есть, какую задачу вы хотите решить с помощью психолога в данном случае. Вот. Это первый момент. Второй момент. Включается в том, что расставание с бывшим, особенно если вы находились в отношениях с человеком, значит, достаточно долго. Это травма. Вот. Это травма и, соответственно, скорее всего, от отношений вы не отошли, не восстановились, вследствие чего вам сложно воспринимать адекватно своего текущего молодого человека, с которым вы в отношениях. Вы чего-то боитесь, вы чего-то опасаетесь, что, в принципе, нормально. Вот. Нужно понять, что именно вас отвращают, как вы говорите. Вот. Нужно постараться понять, что именно вас напрягают, как вы говорите. И я думаю, что ситуация может выправиться, если ей заниматься. Да? Вы расстались с мужчиной своим первым. Не просто так. Да? То есть, ну, вряд ли вы расстались на ровном месте из ничего, да? То есть, скорее всего, там были проблемы. Ну, какие-то. Ну, между вами. Вот нужно по возможности по возможности выяснить, что это за проблема. Потому что мне, например, показалось, исходя из вашего сообщения, что вы от человека зависимы. Зависимы. Как будто бы. То есть, да, вы говорите. Вы говорите. Что любви нет. Ну, в смысле того, что к нему любви вы не чувствуете. Вот. Но в то же время есть ощущение такое, что имеет место быть, как будто бы, привязка к нему, к человеку. эмоциональная привязанность. Эмоциональная привязанность. Ну, эмоциональная привязанность переживается людьми нелегко. Вот. психика может защищаться от этой эмоциональной привязанности само собой. Потому что видит в этом для себя угрозу. цель и отвращения. Отвращение может быть из страха. Тут вот если посмотреть на опыт выстраивания вам и отношений, да, с мужчиной. Эмоциональная привязанность. Если посмотреть на этот опыт, то, в принципе, можно увидеть, где вот были нарушены, к примеру, ваши личные границы в отношениях. Где, где вы были, допустим, ну, за диапидатр, где, где вас задело. Вот. Вот. Как молодой человек, например, вас задевал, да? Ну, вот. А, ну, ну, понятно, что, если, значит, он, он вас задевал, вот, и так далее. То есть это вот, эм, такая, э, достаточно важная. История, как мне кажется, на которую нужно обратить внимание. Обращение всегда высшите, от него не нужно бежать, наоборот, э, желательно идти ему навстречу, навстречу и смотреть, э, что именно его вызывать. Потому что для вас это ресурс, чтобы оставаться собой. и для вас это возможность сохранить, э, свою идентичность, так скажем. Вот. А, ну, вы запрещаете себе, вы запрещаете себе это, вы запрещаете себе, как бы, э, э, ну, от прощения проживать, вы запрещаете, вы запрещаете себя. И, в общем-то, на мой взгляд, э, даже боитесь, как мне кажется, даже боитесь, э, значит, его чувствовать вам сразу, вот, э, ну, как-то, знаете, вот, хочется уйти, да, вам сразу хочется, вот, сбежать, да, то есть, вот, такая какая-то, в данном случае, получается, э, история. То есть, вы, как будто бы, как будто бы, э, стыдитесь, э, вот стыдитесь, э, действительно, своих эмоций, стыдитесь, своих чувств, вот, ну, если вы, на самом деле, не привыкли их выражать, вот, то я, конечно, и не удивлён тому, что вы испытываете. То есть, я не удивлён, э, ну, вот тому, что вы, э, переживаете сейчас. То есть, как бы, э, вот то, что, ну, вы испытываете, скажем так, э, э, чувство вины, э, вот, перед мужчиной, и, э, как бы, вы говорите, что, ну, я хочу его, э, э, не хочу его мучить, вы, как бы, говорите, а по факту, мне кажется, что речь идёт о том, что вам страшно. Вот. И вы хотите убежать от страха. Так мне, по крайней мере, это видится. Ну, и, соответственно, с этим нужно работать, э, чтобы вам, вот, помочь. И проблема, проблема, таким образом, будет решена. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи, обращайтесь, не затягивайте, дабы отношения не испортят на самом деле.